Еще неделю назад на этом самом месте, на пересечении улиц Горького и Свободы, можно было увидеть одноэтажный деревянный дом, построенный в начале прошлого века рязанским губернским архитектором Антоном Семеновичем Кандиновым. Антон Семенович переехал из Черноморской губернии вместе со своей семьей, женой, двумя основьями и двумя дочерями. Дом, снесенный в минувшие выходные, был выстроен по проекту архитектора, который уже к осени 1903 года был назначен на должность. Исполнял свои обязанности Антон Семенович вплоть до 1918 года. Из его известных самых построек, это можно назвать здание Богодельни Титовых, которое сейчас занимает Министерство здравоохранения Рязанской области. Это здание, дополнительная пристройка к корпусу Рязанского епархиального женского училища, которое ныне Рязанский государственный университет. Также непосредственно при его участии по проекту архитектора Дюпона создавалось здание для Живаго-банка, которое сейчас занимает правительство Рязанской области. То есть вот эти все объекты стоят на улицах города, людьми пользуются. Одноэтажный дом в пять окон, украшенных эффектными оплывающими наличниками с двухслойным фартуком. По левой стороне прямоугольное окно без декора, бывший парадный вход с поздней перестройкой. Уникальный образец деревянного модерна. В прошлом году защита деревянной Рязани активно обсуждалась в публичном пространстве. Рязань посетил известный блогер Илья Варламов. Он предложил властям вкладывать деньги в исторические деревянные дома и развивать туризм в этом направлении. Дом 62 по улице Свободы, по информации градозащитников, находился в частных руках и собственник принял решение о сносе. В домах, которые связаны с жизнью тех или иных архитекторов, открывают так называемые музеи архитектуры города. У нас помимо Кандинова работал еще архитектор и Цеханский, и Селиванов. Ведь в этом доме можно было вполне организовать подобную биографическую экспозицию. Но теперь мы видим, на месте дома остался один фундамент. Из памятников деревянного модерна в нашем городе теперь остался дом Александрова на улице Свободы, бывшей Владимирской. Одноэтажное здание, асимметрично завершенное бельведером на левом фланге здания над входом, со стороны улицы имеет пять окон разной ширины. Они украшены характерными для стиля, оплывающими наличниками с продольными рейками и округлым диском. Беседка на массивных стойках украшена решетчатыми прорезями, образующими форму сердца и гирьками на стыке образующихся арок. Однако городозащитники очень переживают за судьбу того деревянного фонда, который пока еще остался.